Всем привет, дорогие друзья! Недавно у меня стал такой выбор, либо купить себе новый смартфон, либо приобрести станок в мастерскую. И, судя по коробке на моем столе, вы, наверное, догадались, в чью пользу упал этот выбор. Станок довольно классный, я о нем давно мечтал. И уверен, что многие из вас, имея свою мастерскую, тоже мечтают о таком станке. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, а я попытаюсь сделать распаковочку и обзорчик на мастерное приобретение. Поехали! Размер станка в упаковке. Длина 525, ширина 460 и высота 495 мм. В собранном же виде длина составляет 440, ширина 470 и высота 480 мм. После вскрытия коробки вы можете наблюдать, чем же комплектуется данный станок. Это первое, что бросается в глаза, руководство по эксплуатации данного станка. Модель JB OBS-100A. Это у нас, друзья, осцилляционно-шпиндельный шлифовальный станок. В комплекте также идут абразивные втулки, вкладыши 5 штук. Размеры я сейчас покажу на экране. Барабаны шлифовальные резиновые 4 штуки. Также размеры вы можете посмотреть на мониторе. Проставочные кольца 5 штук 13, 19, 26, 38 и 51 мм. Шайбы шпинделя нижние 3 штуки 16, 22 и 44 мм. Осцилляющая шлифовальная лента для гладкой шлифовки по верхности. Угловой упор, транспортир и монтажный инструмент. Пока я буду готовить станок в рабочее состояние, хочу рассказать вам о его характеристиках. Мощность двигателя. Этого шпиндельно-летно-шлифовального станка с осцилляцией составляет 450 Вт и может обрабатывать практически любые виды материала. Большой алюминиевый рабочий стол регулируется на 45 градусов для точной работы. Размеры рабочего стола 400 на 400 мм. Максимальная высота шлифования составляет 90 мм. Частота вращения шпинделя 2000 оборотов в минуту. Скорость абразивной ленты 8 м в секунду. Длина абразивной ленты 610 мм. Ширина абразивной ленты 100 мм. Диаметр патрубка аспирации опилок составляет 39 мм. Диаметр шпинделя 12,6 мм. Частота колебаний шпинделя 58 ходов в минуту. Амплитуда колебаний шпинделя 16 мм. Ну а теперь давайте протестируем его в работе. Сменим насадку. Удобно этот прижимной барашек устанавливается вот сюда, чтобы не потерялся. Тут для каждого, как говорится, для каждой гаечки, для каждой проставочки есть свое отдельное место. Очень удобно, чтобы ничего не потерялось. Далее выбираем по размеру какую проставку, устанавливаем. Насадка в таком вот виде. Ходит свободно, как вы можете наблюдать. Но чтобы она не проскальзывала, у нас есть вот такие вот шайбочки в комплекте также, для каждого размера. Далее, чтобы наждачка не проскальзывала у нас, вот эта вот сама втулка, ее нужно просто-напросто затянуть при помощи шайбы и гайки. И тогда резина разопрется, то есть шлифовальная насадка будет надежно зафиксирована. В комплекте идет специальный ключик, с его помощью все это дело фиксируем. Вот, как вы можете наблюдать, все уже жестко сидит и никуда не шевелится. Ну, а теперь, друзья, давайте проверим ее в работе. Итак, что я хочу сказать. Шлифует просто идеально гладко. Просто как пластик получается. Гладенько, все четенько. Мне нравится. Также, чтобы чистить вот эти вот все шлифовальные насадки, я советую использовать вот такие вот засохшие силиконовые остатки. То есть, если у вас силиконный герметик в тубусе высох, извлеките его и при помощи вот такого куска силикона классно очищать любые наждачные поверхности, будь то ленты, либо вот такого рода насадки. После работы я всегда убираю все на свои места. Тем более, в этом станке все предусмотрено. Также, чтобы этот станок был устойчивый, его можно закрепить к вашему верстаку. Здесь на каждом углу имеются вот такие вот отверстия в ножках. Ну и в заключении сегодняшнего видео я хочу вам сказать, что станком я доволен на все 100% и ни разу не пожалел, что купил его вместо мобильного телефона. Ну а на сегодня все, друзья. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что разделили радость моей покупки. Желаю всем добра, удачи, успехов. А самое главное, будьте здоровы. Пока-пока. Продолжение следует...